Девчонки, смотрите, какое я себе платье на новогодний корпоратив выбрала. А вы в чем пойдете? Ир, мы, наверное, не пойдем. Ну ты сама подумай, через месяц живот еще больше станет. Да и надеть вообще нечем. Вы что, шутите, что ли? Забыли, что у нас в коллективе 121 мужчина и всего 3 девочки. Вы что, меня одну решили оставить? Ир, не обижайся. Девочки, миленькие, вы как хотите, а на корпоратив вам пойти придется. А насчет нарядов не беспокойтесь, я об этом позабочусь. И если думаете, что для беременных не существует красивых нарядов, то вы очень ошибаетесь. Я ведь предполагала, что вы идти на корпоратив откажетесь. Вот и присмотрела заранее для вас несколько вариантов. Может, не надо? Надо еще как надо. Ничего, потом еще мне спасибо скажете. Все, хватит. И можете не переживать. Я хоть и не в положении, но знаю, что главное требование к одежде будущих мам в том, что она не должна нигде жать, давить или перетягивать. Комфорт беременной женщины превыше всего. К тому же мы говорим, нет синтетики и да, натуральным тканям. Потому что они не вызывают аллергических реакций и свободно пропускают воздух. Девчонки, да вы сами подумайте, сейчас в декрет пойдете, вообще неизвестно, когда теперь вырветесь. Ну вообще так и есть. Ну так а я о чем говорю? И вообще, женщина в положении должна всегда чувствовать себя привлекательной. А как этого добиться? Правильно, с помощью красивых нарядов. Сходите, развеетесь. Вам и вашим карапузам такие положительные эмоции только на пользу пойдут. К тому же эти платья всегда можно еще и на работу надеть. Причем носить вы их сможете и сейчас, пока у вас еще есть живот. И даже после того, как ваши малыши появятся на свет. Девчонки, так-то вы еще лучше меня будете выглядеть на корпоративе. Завидуют молча. Ой, да подумаешь, вовсе я не завидую. Просто не пойму, то ли вам настолько беременность идет, то ли одежда-то хорошо сидит, но эффект на лицо. А вы не хотели со мной идти на корпоратив. И это, кстати, еще раз доказывает, что ваше интересное положение вообще не повод отказываться от предстоящей вечеринки. Спасибо, Ири, что уговорила. Хоть развлечемся? Да не за что. Я же вообще человек коммуникабельный. И вот вы в декрет уйдете, а на ваше место других девчонок возьмут. Так я с ними быстренько и общий язык найду. А девчонок не будет. В смысле? На наши места парней берут. Так что придется тебе в декрет отправляться. Ну, Ирина дежурная по рубрике подумает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...